Шестой год подряд городской совет ветеранов Ромавира удерживает пальму первенства на краевом уровне. Его деятельность часто ставят в пример. Получив звание образцово-показательное, он продолжает развивать новые направления деятельности. Мы считаемся без ложной скромности, я говорю, лучшей ветеранской организацией Краснодарского края. В этом году к нам приезжали так же, как и в прошлом году, приезжали изучать наш опыт из Ставрополя, Адыгеи, из Севастополя приезжали, из Крыма приезжали. И все восхищаются и говорят, сколько мы достигли. А мы достигли этого всего только благодаря прекрасному активу, прекрасно слаженной вот такой работы всех тех, которые отвечают за работу первичных ветеранских организаций. На протяжении нескольких лет городской совет ветеранов открывает в Ромавире череду новогодних торжеств. Активисты организации одними из первых принимают поздравления от муниципалитета. Праздник всегда проходит за накрытыми столами и под любимую старшим поколением музыку. Глава города отметила огромную роль людей старшего поколения в воспитании патриотизма молодежи. Говорили о великой победе и сегодняшней ситуации в стране. Вы, как самая активная часть населения, жители города Армавира принимаете самое активнейшее участие во всех городских мероприятиях. Все, что создано в России, все, что создано в нашем муниципалитете, в послевоенные годы, это создано благодаря тысячам людей, которые днем и ночью работали, чтобы восстановить разрушенные здания, заводы. И все, что сегодня мы имеем, как молодое поколение армавирцев, и все то, чем мы пользуемся сегодня в городе Армавире, это благодаря и непосредственно вашего труда. В подарок от муниципалитета Совет ветеранов получил специальную машину для ламинирования документов. Такой техники в учреждении еще не было. За уходящий год активистами было организовано порядка 90 мероприятий, большинство из них – патриотической направленности. Альбина Техненко на протяжении нескольких лет возглавляет культмассовую комиссию. Активисты объединяются в литературные кружки, мастерские бисероплетения, музыкальные студии. Такие праздники – еще один повод получить серьезный заряд энергии на будущий год. Для чего мы это все провели? Конечно, для того, чтобы как-то людям украсить жизнь их, чтобы они не замыкались в своих житейских проблемах, а вот именно общались, чтобы они встречались. Праздник, на мой взгляд, удался, что людям было интересно, что многие подходят и говорят спасибо большое за организацию этого праздника. 24 декабря ветераны продолжат празднование Нового года уже в здании Совета. Активисты подготовили театрализованную постановку. Выступит на торжестве новый коллектив – танцевальный. Ветераны разучили вальс, краковяк, кадриль и танго.